СТРЕМЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА Стремление советского руководства в целом и советского военного командования в частности к налаживанию всесторонней координации совместных действий с афганскими вооруженными силами и спецслужбами не всегда находило должный отклик с афганской стороны. Причин тому было несколько. Это и невысокая боеспособность ряда афганских частей и подразделений, и отсутствие должной вывучки мотивации, и упорное нежелание или объективная невозможность следовать указаниям наших военных советников. Обойтись же в условиях в афганской войне без военных переводчиков было просто немыслимо. Подготовкой военно-филологических кадров для обеспечения потребностей ограниченного контингента советских войск планомерно занимался в частности военный краснознаменный институт Министерства обороны СССР. Но набирающие интенсивность военные действия внесли в методику обучения военных переводчиков свои коррективы. Разработка и внедрение в учебный процесс практики ускоренной подготовки переводческих кадров позволило сократить время обучения военных специалистов до года вместо пяти. Переводчиков очень ждали на войне. Только за период с 1980 по 1987 год за выполнение интернационального долга в Афганистане 167 курсантов, слушателей и преподавателей института были удостоены высоких правительственных наград. Одним из молодых офицеров, привыкших в Афганистан после краткого курса обучения в военном краснознаменном институте Министерства обороны СССР, стал и наш сегодняшний гость. Младший лейтенант Александр Карпенко. Товарищу-младшему лейтенанту довелось начать военную службу в одном из самых боеспособных афганских подразделений в десантно-штурмовой бригаде «Командос». Однако пребывание Александра Карпенко в Афганистане не было продолжительным. В результате подрыва бронетранспортера на фугасе Александр получил тяжелое ранение, был эвакуирован в Советский Союз, где ему предстояло пройти длительный курс лечения и реабилитации. Во всем этом мы побеседовали с Александром Николаевичем, обошли вниманием и вопросы творческого толка, остановились на некоторых важных персоналях того времени, влиявших и на историю Афганской войны, и на ее отражение в умах. Не скрою, мне лично очень хотелось бы продолжить эту тему и расспросить советских военных переводчиков, служивших не только в Афганистане, но и в других странах, и, возможно, принимавших участие в прочих, подчас малоизвестных военных конфликтах. Если вы смотрите программу «Специнформа», свяжитесь, пожалуйста, со мной. Я с удовольствием организую нашу встречу. Народом я из Черкасс, это такой областной центр, южнее Киева, 180 километров вниз по течению Днепра. И родился я в семье военных. У нас по отцовской линии и по материнской линии все служили в армии. И мой дядя, один дядя полковник, а второй дослужился до генерала. И, в общем, маме всегда хотелось, чтобы она ждала мальчика именно, поскольку в семье был высок такой воинский дух и считалось, что сын – это защитник родины, мальчик – это защитник родины. И поэтому была большая радость, когда после девочки все-таки родился мальчик. Вообще, мама очень интересно меня воспитывала. Она посчитала, что каждый мальчик, для того, чтобы иметь успех у девочек, должен знать иностранный язык и должен уметь играть на фортепиано. И в шесть лет я пошел в англоязычную школу с преподаванием ряда предметов на английском языке. Единственная в городе школа была. И потом через год еще стал заниматься на фортепиано. И потом, хотя все это делалось, можно сказать, частично из-под палки, особенно фортепиано, потому что английский язык мне давался очень легко, но потом впоследствии я ощутил, что в этом был смысл. Все-таки вот какое-то старинное такое воспитание, когда мужчина, во-первых, воин, и во-вторых, он еще и интеллигентный человек, он еще и может что-то сказать, может что-то сделать помимо своей профессии. Мне очень легко давались иностранные языки, и не было желания как-то разочаровывать маму в этом отношении, поэтому я поступил на годичные курсы в военном институте в Москве на Волочаевской улице. И потом через 10-11 месяцев у нас немножко натаскали военный перевод, страноведение, речевая практика языка, дари. И послали нас в Афганистан. И, конечно, для меня важным элементом было то, что была возможность сразу же, буквально с 19 лет, начинать зарабатывать деньги какие-то. И потом… То есть я, наверное, сильно не задумывался над тем, что там происходит в стране, но сама ускоренная такая подготовка и сама возможность быстро-быстро стать не мальчиком, на мужчина, и меня привлекала. И, в общем, я так активно очень… То есть никаких препятствий с моей стороны не было. Здесь я предлагаю остановиться поподробнее. Во-первых, неплохо бы рассказать о том, что это за годичные курсы, кого тогда набирали, насколько туда было легко или тяжело поступить, и почему был выбран именно этот язык. Когда я поступил в военный институт, у нас было всего два языка с прицелом на работу за рубежом – персидский и португальский. Ну, персидский вот как раз с прицелом на Афганистан, поскольку с Ираном отношения подпортились. Фактически с персидским языком у нас три страны. Это Иран, Афганистан и наш Таджикистан. То есть он в советское время был нашим. Но было понятно, то есть к тому времени, когда я поступил, уже наши войска были введены на территорию Афганистана, и было понятно, что идет целенаправленная такая подготовка именно к Афганистану. Там не хватало военных переводчиков с хорошим знанием русского языка, потому что наши таджики, даже с Душенбинским университетом, не очень справлялись по каким-то критериям. И вот, честно говоря, я думал, может быть, не стоит идти на персидский, может быть, лучше взять португальский, но когда я услышал португальскую речь, а там такая обилия свистящих, шипящих звуков, и чисто эстетически, мне португальский язык не понравился. На самом деле, на языке португе, он говорит о том, что поэта, хотя тоже там периодически вспыхали боевые действия, но не до такой степени, как в Афганистане. И многие из Анголы и Мозамбика привезли новые автомобили, что в советское время было редкостью и, конечно, ценилось. А у нас наши товарищи, даже зарабатывая параллельно и в Советском Союзе, и там, в Афганистане, в виде Афгани, все равно, как правило, все пропивали, можно сказать, в кабаках, в ресторанах, потому что была такая сложная, тяжелая обстановка. Ну и с непривычки, конечно, 18-летние, 19-летние парни, которые оказываются на войне, все это психологически бьет по нервам, и, конечно, ну как-то всеми подручными способами мы пытались все это нивелировать по возможности. Как учебный процесс был организован? Насколько вы были заняты? У нас было казарменное положение, то есть мы были приписаны к казармам, и только на выходные и то особо отличившихся, или по блату отпускали на весь день, потом у кого были родители, могли отпустить. Но там были, то есть у нас, вместе с нами учились девчонки, это скрашивало наше такое казарменное положение, потому что можно было, не выбирая снаружи, обратить свое внимание на представительниц прекрасного пола внутри военного института, и, в общем, я обратил таки свое внимание на двух девушек, и потом, с одной стороны, они меня немножко образовывали, одна из них увлекла мое внимание Джоном Галсуорси и его романом «Конец главы», а там в третьей части поэт Уилфрид Дезерт попадает в арабскую страну, и там под дулом пистолета его заставляют отречься от христианства в пользу мусульманской веры, и это как бы, то есть я еще не попал в Афганистан, но уже такие ситуации прокручивались в литературе, которую я читал. А так, язык, язык и язык, я уже говорил, что у меня были к этому способности. На нашем курсе учились люди с разной степенью способностей, были и такие, которым языки давались крайне сложно, но вот такая напряженная подготовка, когда весь день занимаешься одним языком, фактически не было никакой строевой подготовки. И потом, конечно, сама работа в напряженной обстановке, в конце концов, все освоили достаточно язык в достаточно большой степени, хотя мне, может быть, меньше даже повезло, чем другим, потому что я там прослужил только два с половиной месяца, и потом лечился три года, потом не было работы с персидским языком, я перевелся в литературный институт, и, в общем, на данный момент английский язык, который у меня шести лет, он на хорошем уровне, а персидский, но я бы не сказал, что готов в данный момент пойти куда-нибудь на переговоры и переводить. То есть язык – какая-то такая вещь, которая необходима… Это, наверное, не только язык, наверное, в любой области сложно так уйти, и потом спустя 20 лет там, допустим, вернуться и показывать высокие результаты. Вот ваш выпуск ускоренный, он был пятикратно меньше, чем обычно учится. Какими технологиями удалось в пять раз, укоротив пятилетку, добиться какого-то эффекта? С вами, может быть, носители занимались? Или это исключительно объемом ежедневной работы? Нет, исключительно объемом, потом работой в лингофондах, в кабинетах, когда в наушниках репетировали язык, его произношение. Как ни странно, обращали внимание и на произношение, потому что там есть дифтонги, там есть… Я неправильно произносил слово «Афганистан», и меня замучили просто. «Рафик Карпенко на Афганистан, Афганистон!» То есть такой длинный звук, и преподаватель меня, значит, постоянно ругал, что я неправильно произношу этот дифтонг. И потом, я так думаю, что с китайским или японским языками или даже с английским это бы не получилось. То есть персидский и португальский, мне кажется, по степени сложности немножко попроще. То есть строение языка. Может быть, арабская вязь непривычна. То есть если ты не знаешь слово, ты его и не прочтешь, поскольку ты не знаешь короткий там звук скрыт или длинный звук. То есть есть своя специфика. Сколько человек было в вашей группе? Хороший вопрос. На курсе было 87 человек. Я сейчас точно даже не отвечу, сколько конкретно. По-моему, человек 7. Это просто предварение следующего вопроса. Все ли они были направлены в Афганистан? Хороший вопрос, поскольку Россия – страна парадоксов. Можно было не поехать в Афганистан, если ты был в чем-то замечен недостойным. Напился, кого-то побил, потерял документы, тебя не пошлют. То есть это было огромной честью. И вне даже наших курсов все писали заявления, «Окажите мне внимание». Все писали рапорта, прошу послать меня в Афганистан. И, в общем, у меня в мыслях даже не было как-то откосить от Афганистана. То есть, во-первых, я все-таки думал, что работа будет более-менее спокойной. То есть ты сидишь где-нибудь в теплом месте, там что-то переводишь. И, наверное, при всем том, что война уже из обычной превратилась в минную войну, с подковырками, с внезапными нападениями, как с нашей стороны, так и со стороны муджахедов, тем не менее, было достаточно сложно, непривычно. Вы сказали, что в качестве выдающегося отличия рассматривалась драка или пьянка. Ну, и с точки зрения курсанта, это чуть ли не мушкетерские поступки. Так ли это? Я не знаю. Видимо, люди, я так думаю, что начальник курса, потом люди, которые нас воспитывали, видимо, как-то делали какие-то заметочки по поводу нас. Хотя так строго нас КГБ не курировало, но, видимо, какие-то данные про каждого из нас приходили. Что вам было известно о войне в Афганистане? Ну, в общем, хотя войска были введены, но какая-то информация просачивалась крайне скудная, все это фильтровалось. Как обычно, все делали доблестные афганские войска, а мы там помогали им чинить трактора, строили школы и так далее. Конечно, и школы тоже строили, и дороги, но в основном я попал в 37-ю десантную бригаду команды с афганской, там не было ни одного парашюта, и они отлавливали, то есть как призыв происходил, они отлавливали призывников, которым, ну, на глазок так было, около 20-25 лет, и потом их забирали, и их заставляли буквально воевать против муджахедов. Иногда бывало так, что там у него брат воюет за мятежников, он, значит, приписан к афганским правительственным войскам, и все это было перемешано, но больше всего поразило, конечно, когда мы прилетели в Кабул, причем беспосадочный был такой полет. Москва-Кабул, то есть прямой был рейс, что для тех времен, это 81-й год, была редкостью большой. Нас поразило, что 80%, то есть текущая ситуация была 80% территории за душманами, и только 20%, то есть где-то крупные города, где стояли наши гарнизоны, было за правительственными войсками. То есть изначально вот этот расклад сил был не совсем в нашу пользу, и должен сказать, что мы неплохо там воевали, если потерь была. То есть обычно говорят, что много-много, но сейчас вот даже пандемия унесла столько жизней, и мы понимаем, что для 10 лет 15 тысяч не так много, по большому счету. В период обучения ознакомили с особенностями боевых действий в этой стране, с культурой, с историей, с религией. Знакомили. Может быть, правда, не настолько подробно, но был предмет такой, военное страноведение. То есть в общем и целом и специфика мусульман, что им нравится, что они не воспринимают, чтобы мы настраивались, как с ними нужно вести себя. Удавалось ли в это время общаться с теми, кто там уже побывал? Может быть, с вашими коллегами? Я попал почти в самом начале, поэтому еще не было такого. То есть оттуда просто еще никто не успел вернуться, чтобы передать этот опыт? Просто не успел, то есть, ну где-то год, либо если и успели, то они где-то были, мы с утра до вечера занимались, и, в общем, не до этого было. На какой срок ваша командировка планировалась? Командировка планировалась на два года, потом четыре года еще должны были доучиваться до высшего образования. Но у меня был выбор, то ли после тяжелого ранения остаться в армии, то ли не остаться. И, в общем, наверное, я принял неочевидное решение, и родители были против. Мама говорила, что сынок, писательский хлеб очень тяжелый, как-то меня отговаривала. Но потом, когда у меня стали публикации выходить и выходить книги, она показывала всем соседям, гордилась, что это сама вот выходит книга. Все-таки с другой стороны, писательская эстезя, она была достаточно популярной. То есть творчество писателей в Советском Союзе ценилось. Вот на момент, когда вы только отправлялись в Кабул, наверняка у вас сложился какой-то образ этой страны, этой войны. Насколько он совпал с тем, что вы там увидели? Честно говоря, я не любитель заранее загадывать, что там будет. То есть я предпочитаю быть готовым к любому и потом как бы вживаться в эту обстановку. Я вот прилетел, и что меня поразило, первое, это то, что воздух пахнет не так, как у нас в Москве. И второе, что ходят наши советские женщины, жены командиров, жены советников с автоматами по улицам Кабула в советском микрорайоне. Я там же стал писать свои первые афганские стихи. И вот «Машина времени» стихотворение. «Слышите, опять поднялся ветер Где-то с вышины, донесся гул, Есть машина времени, на свете Это самолет Москва-Кабул. Время подустало, в бурном беге Прилегло, чтоб новый взять разбег. Я взлетел в родном двадцатом веке, Грохнулся в четырнадцатый век. Время, ты не вовремя уснула, Встал на друга друг, на брата брат. Женщина проходит по Кабулу, Прижимая к сердцу автомат. И она ни в чем не виновата, Только сердце дрогнуло мое. Я представил вместо автомата На груди ребенок, у нее Матерь Божья, нам звереть негоже. Только что поделаешь в борьбе, Защищайся, дева, если сможешь, Человека не убей в себе. Шум стрельбы устанет резать уши, Радостям людским придет черед, Возродятся города и души. И наступит времени, отчет. Вот такое стихотворение написал буквально. А я стихи пишу где-то лет с тринадцати. Вначале это были песни В таком каваеновском духе, то есть я сочинял тексты на уже известные мелодии. Высоцкого того же. Потом очень нравилось. Мне в нашем доме поселился замечательный сосед. Я сочинил хоккейную такую версию. И потом влюбился в девчонку. Тоже какие-то чувства способствовали тому, что я продолжал писать. А потом война тоже способствовала этому. Но как-то укрепил меня в позиции поэта и писателя. Госпиталь, поскольку в госпитале творчество – это средство выжить. Когда у тебя все болит, все переломано, на тебе лица нет. И тогда уже я принял решение все-таки поступать в литературный институт. Хотя был вариант еще с факультетом журналистики МГУ. Но как-то мне не очень нравилось журналисту бегать нужно. Это сейчас у нас интернет. Тогда интернета не было. Сейчас, может быть, я бы подумал и, может быть, согласился бы. Каковы были ваши первые ощущения от Афганистана? Страна? Странная. Сам Кабульский аэропорт был похож. То есть даже тогда Домодедово, конечно, было фешенебельным таким аэропортом. А в Кабуле все это было похоже на какой-то сарай такой. Маленький сарайчик, куда все проходят. Ну, наверное, у нас, как у нас на периферии, где-нибудь Термезе. А так, я не знаю, у меня странная внешность. Меня во всех странах принимают за своего. И то же самое и в Кабуле. У меня стали в первый же день спрашивать там, Рафик такой-то, вот как пройти, как найти такую-то улицу. И я понимал, что как только я открою рот, они поймут, что я не тот, за кого меня принимают. И, в общем, я так пожал плечами и пошел дальше. Чувство опасности у вас возникало? Чувство опасности было. Конечно, потому, как Кабул расположен в долине между гор и в горах каждый день постреливали. Только начинались сумерки, начиналась стрельба. И было не по себе, потому что непонятно было, откуда стреляет, кто. Потом выяснялось, что это стоят часовые, и там мышь прошуршала или кошка пробежала, и они тут же разряжают автомат, чтобы, поскольку тоже страшно, им тоже страшно. И, в общем, кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. И даже еще нет войны, еще она не началась. А сложно было заснуть. Нас расквартировали в советском микрорайоне. По четыре человека в комнате. Такая спартанская обстановка была. И сложно было заснуть. Пока где-то на второй или третий день мы не получили аванс. И сбросились с ребятами и купили портативный магнитофон марки «Шебро». Это японский такой магнитофон. И по очереди потом засыпали с музыкой. «Дона Саммер», «Бонни Эм», то есть какая-то музыка. Афганистан производил впечатление с одной стороны какой-то отстало, то есть сторона контрастов. С одной стороны такая бьющая в глаза отсталась, а с другой стороны заходишь в магазин и там можно купить то, чего в московских магазинах просто не было. Для них это нормально? Для них это нормально. И ну и сейчас мы наблюдаем, как какие-то новинки, новейшие гаджеты можно найти в любой стране независимо от степени продвинутости. То есть, видимо, привозится какой-то товар, он там реализуется, и это чисто бизнес-схема, которая не зависит от того, развитая страна, не развитая. И, конечно, там с джинсами было все в порядке в отличие от нас. А у нас все-таки страна была закрытая от начала 80-х годов. В магазинах тоже пустовато было. Что они за люди? Были ли они настроены по отношению к советским гражданам, к советским солдатам враждебно? Вначале нет. Я бы сказал, что было... Ну, во всяком случае, те люди, с которыми мы общались, были настроены дружелюбно. Сами афганцы, не знаю, как национальность, мне понравились. То есть, ничего такого. Вполне такая советская ментальность. Единственное, что мы, видимо, посчитали, что они смогут, подобно Монголии, перепрыгнуть через капитализм и из феодального строя, значит, нырнуть в социализм. Ну, конечно, тема вода это отдельная. Вода, я думаю, что все-таки там была какая-то такая реакция от Брежнева на то, что Амин задушил Тараки. И наши сперва ввели, а потом уже стали думать, как бы все это объяснить мировому сообществу, да и своим тоже. Тогда, то есть, можно было не так вводить, можно было по-другому. Ну, что сейчас после драки кулаками? Перед вами, как перед военным переводчиком, какие были поставлены задачи? Что вам надлежало делать? Мне нужно было переводить в каждом батальоне бригады, в которую я попал, было по советнику и переводчику. Моя задача заключалась в том, чтобы переводить то, что говорили наши советники афганским командирам, и наоборот, то, что афганские командиры говорили нашим советникам, то есть переводчик, это своего рода такой мостик между афганцами и нашими советниками. Честно говоря, я не ожидал, что нужно будет выдвигаться вместе со всеми в зону боевых действий. Я думал, что это где-то будет, ну, в кабинете, не в кабинете, но где-то отдельно, и может быть и письменная какая-то работа, но оказалось, что вместе со всеми мы выезжали под покровом темноты, надо было достать, застать врасплох душманов, потому как все дороги просматривались, и было тяжело пройти, и даже ночью было сложно очень пройти, тем более везде осведомители, и все это видно. За БТРами, за БМПшками тянулся такой слой пыли до небес, и все это просматривалось, поэтому расчет был на какие-то такие внезапные ходы, на, может быть, какое-то окружение, ну, вот, были даже такие, любой, то есть, любой выезд объявлялся боевой операцией, перед любым выездом нам давали кишмышовку, то есть, сами афганские комари, иногда, то есть, нам говорили, нужно при обстреле находиться внутри бронетранспорта, поскольку любая очередь может быть пагубной. При минной войне выяснилось, что лучше сидеть на броне, иначе ты подрываешься изнутри, и потом могут тебя не вытащить, то есть, были какие-то несоответствия между тем, чему нас обучали, и чему, что было на самом деле. Потом нам говорили, что они там мусульмане, они не едят того, не едят того, не пьют спиртного. Оказалось, что в боевых условиях они вполне себе употребляли, причем хорошей закуски не было, то есть, мы употребляли кишмышовку, с одной стороны, чтобы согреться, поскольку выезжали ночью, и было прохладно, в бронетранспортере и спать было холодно, а с другой стороны, чтобы унять какой-то стресс такой предбоевой, скажем так, потому что потом шагали по вымышшим кишлакам, и ты понимал, что в любой момент из любого угла, из любого дувала может раздастся очередь, и я как-то готовился так ментально, что я вот у меня там какая-то сумка с собой была, с вещмешками, с какими-то утеплительными, свитер там какой-то у меня был, и я вот представил себе, что я бросаю эту сумку, и потом ложусь, и как-то отстреливаюсь, в бронетранспортере всегда у нас автомат Калашникова был, ну, правда, на предохранителе, но тоже где-то в голове сидело, что первое, что я делаю, это снимаю с предохранителя, и часто бывало так, что едешь в бронетранспортере внутри, открываешь бойницы, и загружаешь туда просто автомат, и вслепую стреляешь, непонятно попал, не полипал, просто как бы такой БТР, который огрызается огнем в сторону огня противника. Вот тот язык, которым вас учили в институте, и тот язык, который в Афганистане, это оказались два разных языка или два одинаковых? И то, и другое, то есть, с одной стороны, нас обучили достаточно хорошо, а с другой стороны, мы же медленно разговариваем, а они быстро, 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 и ты вынужден переспрашивать, особенно первое время. Тебе неловко, что ты там что-то не схватил, и там переводишь одно слово пятью словами, которые ты знаешь, то есть все равно лексический запас оказывался недостаточным, я был прикомандирован к советнику, который там уже находился полтора года, и сам уже немножко разговаривал, и с одной стороны, это смягчало мое положение, а с другой стороны, может быть, если бы как ребенка бросают в воду, выплывет, не выплывет, с другой стороны, может быть, обучение протекало бы более интенсивно, если бы еще так все было агрессивнее по отношению к психике. Военная лексика штука довольно специфическая сама по себе, имеет свойство изменяться до полной неузнаваемости под влиянием разнообразных условий на местах. Насколько ваш запас именно военной лексики был достаточен, и удалось ли на месте его пополнить? Нас натаскивали в институте, и, в общем, военной лексики было достаточно. То есть, у меня не было такой работы, чтобы нужно было там разобранную какую-то матчасть, по деталькам все это перевести. Я не имею какой-то склонности, даже автомобиль, допустим, разобрал, то есть, я по-русски не знаю, как эти завчасти звучат, а на иностранном языке, конечно, все это достаточно сложно, но такой работы просто не было. Что чаще всего приходилось переводить? Часто приходилось оставаться, то есть, мы выдвигались вместе со всеми, а потом они все-таки иногда меня оставляли на рации в бронетранспортере, а сами выдвигались прочесывать местность, и я на рации оставался, и переводил, что там захватили какой-то склад с боеприпасами, то-то, то-то там, столько-то душманов, столько-то захвачено в плен, там, кто ушел, то есть, координация действий. Ваш непосредственный начальник, это был как раз вот этот советник? Это был Даюра Рендель, который оказался способным к языкам, и потом как-то, я не знаю, ощущение, сложно было общаться нам после Афганистана, у меня было ощущение, что и он, и, собственно говоря, другой офицер, который меня, собственно говоря, и вытащил из горящего бронетранспортера, что они считали, что как-то меня не уберегли, то есть, они считали, что немножко виноваты вот в том, что со мной случилось, и поэтому после войны, хотя у меня было такое желание, но, по-моему, один раз только мы пересеклись, и, а, еще на улице случайно встретились, на бывшей улице Герцена, которая сейчас большая Никитская, в районе консерватории, и долго не общались, было ощущение, что как-то то ли жалко меня, то ли как-то неловко, неловко за то, что они старшие офицеры, хотя война, это, конечно, лотерея, то есть, можно оказаться в том месте, можно оказаться не в том месте, и потом, все-таки остался в живых. Вот, по вашим наблюдениям, вот в этой паре советник и подсоветный, насколько они стремились следовать этим советам, или советник просто для мебели существовал. Я так думаю, что, во-первых, афганские командиры, там наши шерстили очень так хорошо, в основном все-таки, я так думаю, что не без нашего участия принимались эти назначения, кому быть командиром, в основном командиры были из числа тех, кто у нас учился в Советском Союзе, и это помогало, и тогда они, поскольку они учились в Союзе, потом они легко воспринимали эти советы, и хотя, да, ну вот, когда была история с моим ранением, здесь еще вкралась вот этот афганский и мусульманский менталитет, то есть, они считали, что, командир считал, что это большая честь погибнуть на поле боя, и поэтому не давал машину для эвакуации раненых, в том числе и меня, тем более, что один бронетранспортер сгорел, и тогда наш советник выхватил пистолет и приказал ему, и он повиновался, не это, не возражал. А в вашей паре, в советской, советник и вы, каким образом взаимоотношения строились, в каких обулизваниях? Я был младшим лейтенантом, а советник был капитан. То есть, обычные взаимоотношения двух офицеров, старшего и младшего. Да, 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 причем никакой дедовщины такой офицерской не было, тем более задача сложная была, и я чувствовал такую доброжелательность по отношению к себе и со стороны наших офицеров и со стороны афганцев. Ну, как советник вам какие-то житейские советы давал, как себя вести, как там постараться выжить? Нет, не помню такого. И, в общем, я не могу сказать, что очень много было такой личной жизни. Мы там готовили концерт к дедовщине 7 октября обещали, что приедет Кобзон и я даже не смог, поскольку был ранен, не смог в этом поучаствовать. То есть, у нас иногда не было даже времени помыться, хотя в Кабуле периодически бывала горячая вода, то есть, давать какие-то советы мне не было необходимости, потому что вот этого свободного личного времени фактически не было. в основном рано утром садились в этом же советском микрорайоне в наш автобус, который через весь город нас отвозил в эту 37-ю бригаду. И там нет, ну там и чаевничали, и там они нас кормили. Помню как-то, что это я сделал замечание, что у них на первое одно и то же, причем там плов или рис с какими-то шерстинками. Вот. А афганские командиры афганские командиры себе заказывали картошечку. И что-то я возмутился, сказал, что инхобнист, то есть, это нехорошо. И потом, но они легко поменяли, и потом нам тоже стали картошку, перестали нас. Дело даже было не в том, что мы не хотели есть, или я не хотел есть этот плов с остатками растительности. Просто когда это и утром, и днем, и вечером, то немножко от этого фонареваешь. А в общем, война это та же жизнь, то есть, невзирая на то, что идет напряженная обстановка, все равно и какие-то юморные моменты вспоминаются. В Кабуле течет такая речка, Кабулка мы называли, и вода в ней оранжевого цвета. И вот, значит, мы пили напиток фанта и шутили, что это афганцы берут из Кабулки воду, добавляют газа в нее, и, значит, таким образом получается напиток фанта. А внутри вот этой афганской бригады там было что-то такое, что вам показалось странным, удивительным, если сравнивать с такой же частью советской армии? Странным было, что не было десантной подготовки, не было парашюта как таковых, но они говорили, что вот сегодня их нет, но завтра или послезавтра их привезут, и тогда, значит, будем, но парашюты, возможно, не было времени просто учить прыжкам, и потом как-то так складывалось, что были большие сомнения в боеспособности этой части, хотя вот именно эта 37-я бригада показала себя как достаточно боеспособная по сравнению с другими афганскими частями, и, по крайней мере, не разбегалась при первом сигнале со стороны противника, то есть на нее в достаточной степени можно было положиться, что они тебя не предадут. Ты упомянули, что совершенно обычная ситуация, когда один брат воюет с одной стороны, другой с другой стороны, вот ходила в свое время такая байка, что душманы приходили к родственникам тех, кто служил в армии Афганистана, и обкладывали их данью. Не знаю, поскольку не сталкивался с этим, то есть я буквально с первых дней там подружился с одним афганцем, который на службу приезжал на личном форде, и потом на личном форде уезжал, и вот он как раз рассказывал, что брат где-то у муджахедов, причем, ну я так думаю, что у них служба безопасности работала в более мягкой форме, потому что у нас, если бы такое происходило в сталинские времена, то это расстрел на месте просто, а там почему-то считали, что человека можно переформатировать, что он может, сегодня он несознательно как бы воюет за муджахедов, а завтра он осознает преимущество социализма, перейдет на нашу сторону, и в общем все будет, то есть такая, у них, они строили социализм с человеческим лицом, поэтому по такому чешскому сценарию. Вот те боевые операции, в которых эта бригада участвовала, были совместные с нашими войсками операции или они действовали самостоятельно? На моей памяти была только парочка совместных с нашими, а обычно все-таки отдельно, то есть бригада это даже не полк, это большая, не знаю точно сколько человек было в афганской бригаде, но есть у меня товарищи, которые располагают этими цифрами, но это достаточно боеспособная часть, более того, вот часто мы выезжали не всей бригадой, а частью бригады на какую-то операцию, или часть была задействована в одном регионе, часть в другом, а там даже вокруг Кабула зеленка, вот выгнали, выкурили оттуда душманов, потом проходит две недели, опять приходят сведения, что там они орудуют, и в общем как такой многоглавый змей, дракон такой, которому отрубаешь одну голову, и там на ее месте тут же вырастает новая голова, то есть все это могло длиться до бесконечности, поскольку в общем наверное цели были во многом утопические, и не было физической возможности закрыть границу с Пакистаном, то есть если бы закрыли границу с Пакистаном, но то ли количество не хватало, то ли все-таки горная местность, все равно можно было какими-то тайными тропами, пещерами провозить оружие, а потом стингеры появились, ну и как-то так все это затянулось на 10 лет, причем это было детище позднего Брежнева, и потом ни Андропов, ни Черненко так и не смогли как-то все это внести в какую-то более быструю и позитивную, то есть хватало средств и сил, чтобы удерживать свои позиции, но не более того, то есть не было возможности все-таки выполнить на 100% задачи. В какое-то более-менее свободное от служебной деятельности время афганцы с вами стремились какие-то разговоры вступить, о чем-то расспросить, узнать что-то или рассказать? Мне хватало общения там в этой афганской бригаде, то есть и потом мы жили в нашей в нашем микрорайоне, где большинство составляли все-таки наши люди и поэтому я думаю, что основное общение шло между своими все-таки и потом сами переводчики жили вместе, общались вместе и там ходили по магазинам вместе. А в бригаде на какие темы невоенные? Хотелось или моглось пообщаться? Так, о жизни, ну вот как раз рассказывал о том, что брат служит в другой части, ну то есть бытовые какие-то такие темы, но это тоже помогало поддерживать язык. Насколько они были хорошо вооружены, экипированы, стрелять, скажем, они умели? Достаточно хорошо. Я, правда, лично не присутствовал на стрельбах, но думаю, что наверняка такие занятия проводились и может быть даже и с участием наших советников, поскольку я так понимаю, что советники были ответственны не только за тактику, но и за качество стрельбы наверное тоже. Вооружены они были нашим оружием? Вооружены были нашим оружием и не брезговали конечно захватывать трофейное оружие, в том числе и американское там винтовка М-16, ну и разные душманские буры, которые являли собой переделанное советское оружие, то есть там иногда против нас воевали нашим же оружием. А внутри вот этой бригады какая-то монолитность национальная присутствовала? Там, скажем, все пуштуны или все таджики или они все вперемешку? Все вперемешку. У них по этому поводу какие-то разногласия возникали? Там были терочки, да, между харькистами и парчемистами, между пуштунами и непуштунами, потому что ну это как у нас, если, допустим, там какие-то нерусские люди пришли бы к руководству, то это всегда возникало, вызывало вопросы. И сейчас мы видим, что тоже на этнической основке происходит разногласия в других мусульманских странах. В Сирии, в Ливии, в Ираке. На ваш взгляд, афганцы могли бы от поставленных целей добиться самостоятельно без нашего участия или с минимальным нашим участием? Хороший вопрос. Видимо, я думаю, что нет все-таки. Хотя я думаю, что скорее всего наши испугались не того, что американцы введут туда войска, а того, что ментальное влияние на американцев, что и американцы могли направить их руководство в антисоветскую сторону. А так наверняка рассматривались и возможность сделать Афганистан 16-й республикой. И в общем это где-то уже к концу 80-х стало понятно, что нам бы удержать наши республики, а не присоединять еще другие, потому что вот эта вот идея перманентной революции, тросткистская такая идея, то есть у нас же десятилетиями мы думали, что это будущее человечества, что все человечество идет по этому пути, рано или поздно оно придет, и поэтому мы должны помогать. И оказалось, что без всяких революций Швеция более-менее построила социализм, а мы все так же строим, 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 и все какими-то одержимыми утопическими идеями. Догнать и перегнать Америку вместо того, чтобы позаботиться, допустим, о благах собственных граждан, или о том, чтобы граждане получили какие-то лучшие возможности. Но если попытаться посмотреть на социальное устройство Афганистана, военнослужащие, скажем, этой десантной бригады, какое он место занимал, каков его был социальный уровень? Я не готов на этот вопрос отвечать. Это престижно была военная служба? Нет, я думаю, что просто была большая безработица, и наверное, можно было заработать хоть какие-то деньги в армии, а кого-то просто забирали и заставляли служить. И потом в стране война. Конечно, все равно везде есть свои идеологии, сейчас мы видим, что с одной стороны талибы, с другой стороны все это продолжается. И вот это с одной стороны, то есть там такая страна контрастов, и вроде как нет государственной такой опыта государственности, который есть в Европе, есть у нас, допустим, все-таки худо-бедно, то есть они не могут консолидироваться вокруг какого-то ядра, чтобы сформировать свою афганское государство. То есть есть государство, есть территория, но все разобщены, у всех разные интересы, все преследуют какие-то разные цели, у кого-то общемусульманские цели, мы видим у кого-то такие про западные цели, кто-то ориентирован на нас, и все это вот так вот. Потом мы пришли к выводу, что можно было опереться на того же Ахмад-Шаха Масуда, и мы опирались при выводе войск, и благодаря участию Ахмад-Шаха нам удалось практически без потерь оттуда выйти, а я был еще второй раз в Афганистане на выводе войск, уже в 89-м году. На вашей памяти случаи дезертирства из этой бригады случались? На моей памяти не было, но были, то есть рассказывали. массовое явление достаточно большое. Но если тебя поймали в каком-то регионе и потом призвали и заставляют воевать против, может быть, каких-то братьев своих, то, естественно, ты будешь этому противиться. То есть идеологической такой подготовки не было. Наши поставили Бабрака Кармаля, и я спрашивал у афганцев, знаете, кто там в Кабуле сейчас главный? Не знаю, Бабрак Кармаля. А кто это? Да какой-то мятежник там захватил Кабул. Вы упомянули коротко о ХАД с представителями этой организации. Каким-то образом пересекались по службе? По службе не пересекался, но, конечно, шла координация действий между ХАДом, между бригадой, с нашими советниками. И тоже бывали и разногласия. Слава о них такая довольно мрачная о их действиях, о методах работы. С одной стороны да, а с другой стороны наверное по-другому в этой обстановке и в этой стране и сложно. Мне даже обидно, что наши бросили на произвол судьбы на Джабулу. То есть, как сказал Экзоперим в ответе за тех, кого приручили, раз уж мы его приручили, наверное, нужно было не оставлять его там, уходя. Ну, это такая печальная страница. Скажите, пожалуйста, о том, как его были ранены? У нас была операция мы сопровождали продовольственную колонну по дороге Кабул-Гардез и отъехали от города где-то на 70 километров. Должны были передать продовольственную колонну, которую мы сопровождали, чтобы бандиты не напали, на нее не разграбили и не присвоили себе эти зерновые. Должны были передать другой части, и вот мы заночевали, и ночью уже было как-то неспокойно, трассера летали, и рано утром мы двинулись в путь, и к наш командирский БТР, на котором я ехал, подорвался на имени, я сразу потерял сознание, а потом, спустя некоторое время, пришел в себя и увидел, что как-то странно, я лежу на спине вверху неба, голубое такое чистое, ни одной тучки, и над собой увидел голова советника Завьялова. Я так спрашиваю, где я, что со мной? Да ничего, Саша, не волнуйся, все в порядке, сказал Завьялов, и я опять провалился, а еще было, было там, нужно было мне запомнить информацию, когда, то есть мне, потом я еще раз пришел в себя, и наложили мне жгуты, надо было запомнить, когда, в каком часу наложили жгуты, и я запомнил как-то эту информацию, и тоже опять провалился, а всю эту историю услышал только спустя несколько лет из уст своего однокурсника Анатолия Кононова, который был со мной, то есть нас было четверо, два советника, два переводчика, вот, с одним я работал, другой меня вытаскивало из бронетранспортера, и вот был еще один переводчик, потом я еще много раз с ним встречался, и каждый раз он рассказывал в другой интерпретации, и в общем, все это уже обросло какими-то легендами, и я сейчас не готов утверждать, что все, что мне рассказали, есть правда, правда, и только правда, но основная история такая, что подорвали целенаправленно итальянским фугасом миной с накачкой, такие были мины, то есть первый там трал проходит и ничего, потом вторая машина, третья, и на какой-то машине срабы, и они как-то подгадывали, чтобы, значит, нанести максимальный урон, ну, как обычно это бывает, и потом в горах зажимали, начинали обстреливать, и старались не выпустить часть из этого котла, вот, и подорвался бронетранспортер, а я сидел вот, бронетранспортер, место водителя, потом место командира, я сидел за командиром, и если бы где-то был дальше туда, внутрь бронетранспортера, то, наверное, не спасли бы, потому что там двое афганцев заживо сгорели, а так, значит, каким-то бы волевым таким усилием меня схватили за горящую одежду и советник завьялов, и вытащил из горящего бронетранспортера, горелая одежда, ноги были перебиты, и, к счастью, там оказался резервуар с рисовым полем, то есть, это такой водный резервуар, и меня туда кинули, и немножко погасили этот огонь, и потом завязалась стрельба, обо мне забыли, и где-то спустя, не знаю, час, я оттуда то ли простонал, то ли, значит, какие-то донеслись звуки, то ли, значит, переводчик спросил Анатолий, а где Саша, да вот, значит, был где-то здесь, он ранен, и я вот сейчас даже не готов передать последовательность, когда накладывали жгуты, то ли до того, то ли после того, но, в общем, потом, вот, я уже рассказывал, афганский командир не хотел давать бронетранспортер для эвакуации, но оказалось, что отъехали все-таки не так далеко от Кабула, меня успели доставить, я запомнил, когда мне наложили жгуты, и, в общем, обошлось без ампутации, большая потеря крови была, но обошлось без ампутации, и потом обвязали все лицо, потом жены советников кормили меня с ложечки буквально, но кормили хорошо, что-то не красной икрой, то есть запомнилось так, а так есть у меня страничка в Википедии, там рассказана эта история, про это, про ранение, сейчас даже странно как-то об этом вспоминать. Почему странно? Потому что далеко, чем дальше живешь, тем как-то все хорошее и особенно все плохое уходит к запаснике памяти куда-то, в подсознание, и, наверное, не всегда хорошо, не всегда хочется оттуда это вытаскивать, хотя я не жалею о том, что там побывал, невзирая на то, что пострадал. То есть мне часто задают вопрос, а хотели бы вы переиграть судьбу? Да нет, не хотел бы. Надо по-другому спросить, стоило ли оно того? Самоучастие или самвод войск? Участие. Самоучастие. Много плюсиков в том числе, то есть избалованный, у меня есть стишок такой, инфантильное, баловни века на родительском теплом крыле, под домашней привольной опекой, много ли видели мы на земле, но солдаты переднего края, здесь, в щетинистых диких горах, километра раздувий верстая, мы растем у себя на глазах и созреют для подвига в силы, возмужание наступит пора, мы вернемся на землю России не такими, как были вчера, и пробитая пулями знамя, передав новобранцам полка, вспомним тех, кого нет уже с нами, это будет потом, а пока, озабоченной властной тревогой, под пронзительным взглядом вершин, я иду незнакомой дорогой, начиненной ловушками мин, вот, какие-то писались простые такие достаточно стихи. После ранения вам, очевидно, пришлось столкнуться с системой госпиталей советских, вот, об этой системе расскажите, пожалуйста, чем и как она вас встретила. У меня сразу был выбор, куда поехать, в Ташкент или в Москву, я сразу сказал, никаких ташкентов, только Москва, хотя, может быть, вот сейчас я уже задним умом думаю, что, может быть, в Ташкенте были более продвинутые в плане операции и врачи, поскольку там все, кто бывал ранен в Афганистане, проходили через Кабульский госпиталь и потом через Ташкентский госпиталь и наоборот в Москве, может быть, не были еще так, не было такой практики в боевых операциях, таких хирургических операциях, я имею ввиду, а с другой стороны меня немножко подлечили уже в самом Кабуле, я там лежал две недели, худо-бедно справились, и потом на санитарном самолете меня переправили в Москву, причем ничего не проверяли, можно было автомат провести с собой, гранату можно было, но я не стал испытывать судьбу, оставил боеприпасы там на афганской земле, и вот так вот в таком полулежачем положении меня эвакуировали, отвезли в Москву, потом в госпиталь Бурденко, и в госпитале Бурденко ставили аппараты Елизарова, условия были очень хорошие, шикарные, можно сказать, одноместная палата была со всеми удобствами, телевизор, туалет, я долго лежал по госпиталям, мне пришло звание, я был младшим лейтенантом в Афганистане, потом получил в госпитале лейтенанта, и потом в госпитале же получил старшего лейтенанта, и друзья шутили, что так можно до генерала, не выходя из госпиталя дослужиться. Даже не дослужиться, а долежаться. долежаться, да, такой черный юмор, но аппараты Елизарова, там одна нога, я оставил часть малой берцовой кости в Афганистане, и потом кости там удлиняли, выравнивали, боли были, конечно, очень сильные, сумасшедшие, мне тоже приходилось так скрипя зубы, превозмогать, какие-то боли, и творчество тоже в этом помогало, и потом меня еще было все-таки хорошее отношение, поскольку у раненых было не так много, они были в новинку, и поэтому говорили, вот мы в госпитале Бурденко еще не можем сделать эту операцию с аппаратом Елизарова, давайте мы вас переведем в ЦИТО, в ЦИТО были хорошие врачи, но приходилось лежать в коридоре, то есть в самих палатах не было мест, поскольку все было перенасыщено, я не знаю, там была ли коррупция, не было, может быть, и не было в такой степени, в которой она сейчас, поскольку в этом плане все-таки советский человек был немножко человеком другой породы, и нам в голову даже не приходило, что можно там взять деньги, или там как-то потерять документы свои ради того, чтобы не участвовать в афганском походе, то есть я наоборот ностальгировал, что у меня папа прошагал с боями от Днепра до Вислы, получил боевые ордена, которым я играл в детстве, и как-то мечтал поучаствовать в чем-то значительном для своей страны, и то есть у меня даже не было сомнений, участвовать, не участвовать, с этой точки зрения, с ментальной, конечно, ну в общем, и мыслей таких не было отказаться, и сейчас я тоже не жалею, потому что с этой точки зрения есть такое понятие, как судьба, на тебя может кирпич упасть, у меня у меня был любимый герой Сиранодо Боржерак, я, будучи в уволнении, еще курсантом, попал на спектакль Сиранодо Боржерак, к Сергею Шакуровым главной роли, и меня настолько потрясла судьба Сиранодо Боржерака, что я написал небольшую поэму, и потом, когда мы готовили вечер в годовщине октября, нужно было вычитать в советском посольстве, потому что так было положено, вдруг у тебя политически незрелые стихи, поэтому мы с товарищем сели в такси, причем мы должны были заполнить такси полностью, такая была инструкция, иначе там бандиты могут к вам подсесть и, значит, захватить вас в плен или в заложники, поэтому мы заполняли полностью такси афганские, и из нашего микрорайона поехали в посольство, и там женщина, проверяла, и я читал какие-то комсомольские такие вещи, такие патриотические, и потом вдруг что-то меня сподвигло прочесть про Сиранода Бержерак, и он так послушал, говорит, Саша, вы знаете, это очень интересные стихи, но вам вряд ли удастся повторить судьбу Сиранода Бержерака, вы слишком для этого красивы, и как будто она пророчила, я на следующий день буквально ушел на боевую операцию, и все это было в канун годовщины октября, то есть маджахеды старались нам нагадить именно в канун наших праздников, 1 мая, то есть они знали, когда у нас праздники, и начинали нас. Я вот для разрядочки сейчас спою песню про Сиранода Бержерака, это такой интересный маршик. дыму сражений промелькнуло лето, вот только «Сираном». Душа поэта «Сираном» 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 любовь и нежность светят нам нечасто, и только после понимаешь сам, что в этом мире невозможно счастье, лишь подвиг жизни остается нам. «Сираном» Не зная «Рук» Не зная Ног Летит Лохматый Снег Подобен Сказочному Сну Его Крылатый Бег Стремимся Мы Перерасти Опередить Свой Век Но Пули Ждут Давно Безумцев Сираном Не Зная Рук Не Зная Ног Летит Лохматый Снег Подобен Сказочному Сну Его Крылатый Бег Стремимся Мы перерастит, опередит свой век. Но пули ждут давно, безумцей Сирано. Как раз драма Сирано заключалась в том, что он был некрасив лицом и потому несчастлив в любви, хотя я потом понял, что на самом деле он был несчастлив в любви исключительно потому, что дама его сердца именно в этот момент была влюблена в другого, а сильное чувство не умеет раздваиваться. А так, конечно, мужчине красота особенно ни к чему, если он талантлив, если он такой человек с вдохновением. Но тогда после ранения, когда я посмотрел на себя в зеркало, то было страшновато, поскольку все лицо было завязанным, виднелся только один глаз, потом были болезненные такие перевязки, и потом, когда повязки сняли, тоже было страшновато, поскольку крыло носа обгорело, ухо обгорело, и вообще как бы был такой внешний вид очень непрезентабельный. Но постепенно, то есть у меня был какой-то запас прочности, может, благодаря тому, что у меня у родителей была счастливая семья, они очень любили друг друга, они очень любили меня, то есть вот эта вот теплота, заложенная в детстве, она, может быть, и помогла мне все это перенести, хотя сами родители оказались не такими прочными, то есть один за другим они ушли именно потому, что, может быть, посчитали, что напрасно они прививали мне мысли о необходимости стать военным, то есть военное в мирное время – это хорошо, девочки на тебя смотрят, и ты дефилируешь как кавалергард в красивой военной форме, но мирное время внезапно огрызнулось такой гримасой войны, и мама вообще перенесла инфаркт на ногах, когда это. Потом здесь приезжали бабушки ко мне из деревень, и меня выхаживали, то есть вся семья объединилась, чтобы как-то, значит, меня выходить. Потом, значит, мне пластику делали в медицинском академии в Питере. Очень тяжелый был период. Санкт-Питер – такой город с продувными ветрами, и особенно это ощущается в осеннее время, в зимнее время, и нам нельзя было выходить. Да и, в общем, вот в такой позе отсюда брали кожу, пересаживали на нос, и вот в такой позе я ходил, и особенно никуда и не выйдешь, даже если бы была такая возможность. 8 месяцев там находился. Потом глаз, зеница была вывернута как-то наизнанку, тоже в Цниисе здесь, на парке культуры, улица Тимура Фрунзе. Делали мне операцию. Потом еще были сложности с ногами, тоже не заживали кости, неправильно срослась нога, болезненно было очень. Потом еще американцы меня лечили в Сан-Франциско. Но это уже другая история. Какие впечатления у вас остались от столкновения с госпитальной системой Советского Союза? В общем и целом, я думаю, что в то время система, невзирая на то, что не везде были места, но в общем и целом все было достаточно хорошо. И в Бурденка, и в военно-медицинской академии в Питере условия были достаточно хорошие и кормили достаточно хорошо, хотя все равно мои родственники не оставляли, все равно подкармливали меня еще разными фруктами. А в общем и целом, по сравнению с того, что мы имеем на текущий момент, тогда было лучше, мне кажется. Потому что сейчас, если что-то, если, допустим, пандемия, то с обычным давлением или с каким-нибудь недомоганием тебя могут и не спасти. Все как-то запущено, то есть мы справляемся с одним, но нет какой-то глубины такой. Хотя мы видим, что в Америке еще хуже, то есть смотря с чем сравнивать, я думаю, что здесь я не очень компетентен, но чисто по ощущениям, наверное, ну мне грех жаловаться и на кабульских врачей, и медсестер, и на наших. То есть могу сказать только огромное спасибо и низкий поклон. Предлагаю перейти к творческим темам и сразу поинтересуюсь, что, на ваш взгляд, ценного и полезного сделано на афганскую тему в отечественном кинематографе. Я сам участвовал в нескольких фильмах. В фильме «За все заплачено» это был первый такой наш афганский сериал трехсерийный. Там звучит моя песня «Поговори со мной, трава». А в другом фильме «Не забудь оглянуться» режиссера Александра Воропаева я сыграл вообще как актер самого себя, если так можно выразиться. И там читаю одно стихотворение, прерванное «Реквием». То есть там я поэт-афганец, который пришел в гости к своим сослуживцам, и мы отмечаем 2 августа, день десантника. Сейчас вот было такое жесткое обсуждение фильма «Братство», и многие очень плевались, и многие говорили, что это клевета на Афганистан. Тут еще важно выстроить какой-то баланс между хорошим и плохим, потому что и плохое тоже было, но оно, может быть, было не в такой большой степени, и все это ставить во главу угла. Но это извечный вопрос, который возникает в искусстве, потому что наверняка не все студенты убивали старушек-проценщиц. Тем не менее, у Достоевского этот герой стал, он вывел такого героя нестандартного. С другой стороны, тема Афганистана болезненная, и, конечно, все ветераны, особенно те, кто не имеет отношения к искусству, они хотят, чтобы была правда, правда и только правда, но каждый правду воспринимает по-своему. Поэтому, как ни странно, мне очень понравился фильм «Сармат», это такой сериал многосерийный. Там много хороших актеров. Играет покойный Александр Дедюшко в главной роли офицера. Единственное, что все-таки недоработан сценарий, и, на мой взгляд, какие-то вещи, вот я как человек, который там побывал, они не вызывают доверия. Но чисто с эмоциональной точки зрения, по-моему, очень хороший стоящий фильм. И как тяжело пробивается, правда. Если тебе не попался человек, который верит тебе, то есть там героя осудили, и он должен был выбраться из тюрьмы, если бы не попался следователь, который проверил, перепроверил, а его все время подставляли. И там совершенно шикарная роль Сергея Маховикова, с которым я знаком лично, и к нему очень хорошо отношусь. И, по-моему, он, я даже его обозвал Штирлицем 21 века, то есть он, на мой взгляд, очень органичен в ролях наших разведчиков. Хотя сам он не афганец, но он преодолел тяжелую болезнь. И вот я так думаю, что не обязательно быть на войне, но у мужчины должно быть какое-то испытание. И у писателя, чтобы стать большим писателем, тоже должно быть какое-то испытание. Иначе как-то критерии размыты, и ты не знаешь, что в жизни главное, что в жизни второстепенное. Иногда за главное принимаешь второстепенное. Но пресловутая девятая рота. Я читал, что в Афганистане сами афганцы ее смотрят чуть ли не с удовольствием. Ну, возможно, по причине того, что у них не так уж и много фильмов снимают. Мне кажется, фильм неплохой. Просто мы, ребята, которые смотрят, ну, не может быть такой степени трагизма. Вот все было немножко по-другому. То есть здесь есть такой диссонанс между искусством и реальной жизнью. То есть реальная жизнь не всегда искусство, и искусство не всегда реальная жизнь. То есть искусство сгущает краски, и это нормально для искусства. Но это не всегда воспринимают. Не случайно Толстой написал «Войной мир» спустя энное количество времени, уже являясь ветераном другой крымской войны. И то люди, которые реально воевали в наполеоновские войны, говорили, что он там допустил неточность, там допустил неточность. То есть иногда ради трагичности, ради широты замысла допустимы какие-то мелкие неточности. То есть они не делают общей картины, если сам размах большой. В этом проблема. Если бы вы получили приказ Родины снять правдивое кино в Афганистане, вы бы взялись? Я так думаю, что это может быть не моя стезя, но может быть я бы попробовал написать сценарий. О чем он мог бы быть? Я думаю об осмыслении, когда, то есть с одной стороны, вывод войск из Афганистана совпал с распадом страны, и можно сказать, что частично и траты на Афганистан повлияли на экономическую устойчивость страны и способствовали ее распаду. То есть я бы попробовал отобразить это сложное время. У меня было ощущение, что мы были такими младенцами, которые мало что понимали, которые верили слепо чиновникам и тем словам, которые говорились за нас, а потом мы как-то начинали мудреть вместе со временем. То есть начали задавать себе какие-то вопросы, которых мы раньше бы не задавали, и можно было бы попробовать показать на контрасте человека, который только вошел в Афганистан. Допустим, герой мог бы побывать в Афганистане два раза или, может быть, несколько раз, и, может быть, разница. С одной стороны, приверженность афганскому братству и то, что он готов, невзирая на опасность, и второй раз шагнуть в этот костер, и третий раз. А с другой стороны, это уже не совсем тот человек, которым он был, и не совсем та страна, которая была. То есть я, когда второй раз заходил, уже было ощущение, что и Афганистан другой, и я другой, и все другое. Что вы там делали во второй раз? Второй раз нас позвал ЦК ВЛКСМ, тоже были такие бригады воинов-афганцев, то есть мы... У нас был слет в Ашхабаде, потом слет был в Новороссийске, и там спонтанно собирались афганские барды, афганские поэты, и у нас возникла такая мысль сформировать группу и ездить по стране с концертами, со своими рассказами. Потом выяснилось, что можно было даже и зарабатывать этими концертами. И вот у нас сформировалась такая бригада, творческая группа афганцев Шурави, что в переводе означает советские. И поскольку мы уже ездили в Якутию, ездивали в набережные Челны, в другие регионы, о нас знали, и нам предложили съездить на вывод, попеть ребятам, которые выходят, рассказать им, что их ждет впереди. И еще была такая приманка спеть вместе с Кобзонами Розенбаума. У меня был такой случай, в чем границы фактически не было. То есть мы на автобусе пересекали советско-афганскую границу в районе Термеза. И где-то нас задержали, а Кобзон с Розенбаумом не только приехали в Мазари-Шариф, но и уже выступали где-то часа полтора. И Кобзон выступает, Кобзон ходит, то есть Розенбаум выступает на сцене, а Кобзон ходил за кулисами, и мы с товарищами подъехали. Я подошел к Кобзону, «Йосиф Давыдович, что нам делать? Вот мы готовы поделиться своими песнями с нашими ребятами. Когда нам можно будет выступить?» Тот на меня так посмотрел свысока и говорит, «Молодой человек, на вашем месте я бы после нас с Александром Яковлевичем вообще бы не выступал». Но я тогда немножко обиделся, а потом на следующий день мой друг, у которого тоже были песни на казачьи темы, на цыганские, на темы военно-пленных, старался просто перепеть Розенбаума, чтобы как-то реабилитировался за наш этот фальстарт в Мазари-Шарифе. Но потом, конечно, когда я стал больше выступать в разных мероприятиях, я понял, что все равно в любом таком концертном мероприятии должно быть выстроено по плану и нельзя там прибывших с улицы, образно говоря, вводить в концерт, где уже все движется к финалу. То есть с точки зрения проведения концерта Кобзон был абсолютно прав. Вот такие столпы отечественной эстрады, как Кобзон, как они вообще афганцами воспринимались тогда там, в Афганистане? И тогда, и после Афгана они воспринимались на ура и до сих пор воспринимаются на ура, в особенности те, кто выступал и там, перед нами, перед афганцами. И я должен сказать, что драма того же Евгения Евтушенко, на мой взгляд, заключалась в том, что он сам лично не ездил туда. Если бы он там был, если бы он видел, то он оказался бы приобщенным, может быть, не писал бы те стихи, которые он написал и которые вызвали такое отторжение у афганцев. Давайте уже обратимся к фигуре Евтушенко. Я слышал, что у вас с ним были личные разногласия. Были, да. Они вызваны были публикацией его стихотворения «Афганский муравей» в журнале «Аганек». Там в образе советских солдат был представлен в образе мусульманского муравья, который приполз в чужую страну. То есть такое стихотворение с элементами политики. Но главное, что он представлял нас, советских солдат, в какой-то такой роли, которая была глубоко оскорбительной, и поэтому я написал такую отповедь. А вот тут давайте, пожалуйста, прервемся. Если абстрагироваться от фигуры Евтушенко, назвать его поэт-эн, вот вы бы прочли такое стихотворение, вы могли бы сказать, что он талантливый или бесталантный? Вот именно как стихотворение. Надо вот было бы сейчас перечитать еще раз его, и абстрактно может быть. Давайте можем онлайн сделать, если вы мне найдете это стихотворение. Давайте сейчас найдем. Стихотворение сейчас спустя, это сколько уже прошло, больше 30 лет, не воспринимается как такое антисолдатское, но с другой стороны, все равно есть у него элементы провокационности, элементы некрофилии. Я так думаю, что, может быть, это стихотворение не прошло бы и нашу современную цензуру, и могло бы быть не пропущено за разжигание национальной и межконфессиональной розни, поскольку сталкиваются лбами два муравья, мусульманский и православный, не говоря уже о том, что сам образ муравья, который ползет по щеке убитого, небритого советского солдата, он достаточно такой неприятный, но в этом весь Евтушенко, то есть он всегда стремился к такой плакатности, в этом плане он, наверное, вышел из окон роста Маяковского. Что касается чисто стилистики, может быть, рефрены там не совсем уместны в этом стихотворении, а так такое нормальное, среднее для Евтушенко стихотворение, то есть оно не гениальное, но и не какое-то такое, не слабое. В то время вы восприняли его как оскорбление? А в то время, да, особенно вот этот образ, не только я, то есть здесь наоборот было у меня ощущение, что я говорю от имени тысяч и тысяч афганцев, вдов, матерей, то есть самоподача, но я так думаю, что вот такие стихи, как стихотворение Евтушенко «Афганский муравей» были инспирированы еще и перестройкой как таковой, то есть «Маховик» набирал обороты и журнал «Огонек», и «Аргументы и факты», то есть были определенные издания, которые чисто как желтая пресса были мотивированы именно какими-то жареными такими материалами, и с этой точки зрения я уже над этим размышлял. Я так думаю, что в то время просто был целый ряд наших деятелей, либералов, демократов, которые всячески пытались заклеймить саму войну, и им было наплевать на судьбы солдат, офицеров, матерей, то есть они, в их мышлении, война была соединена с солдатами, которые в ней участвовали, то есть они размышляли примерно так, что вот эти люди там, на чужой земле, в чужой для нашей страны войне, убивали других людей, они теперь вернулись, они могут здесь начать воевать, поскольку существует так называемый военный синдром, и в общем был съезд народных депутатов, и в 89 году, и по инициативе академика Сахарова было принято постановление о том, что война в Афганистане была неправильной, неправедной, и это постановление до сих пор не отменено, хотя с тех пор много воды утекло, и сейчас делаются попытки, в том числе и среди самих афганцев, перевернуть ситуацию, что мы там были барьером против распространения наркотиков с одной стороны, с другой стороны бандформирований, не было такого явления, как мусульманский радикальный фундаментализм, то есть он был, но он был локален и только-только зарождался, а сейчас все это расцвело пышным цветом, и сами афганцы, сравнивая наше присутствие там, и присутствие американцев, однозначно ратуют, что если кому-то уж нужно находиться непременно на нашей территории, пусть это лучше будут русские, русские строили у нас, русские лучше себя вели, и в этой связи у нас делаются попытки пересмотреть, я думаю, что может быть вопрос неправильно ставится, может быть неправильно ставить вопрос, вводить, не вводить, а как входить, если вводить, то есть тут, мне кажется, ошибки были в том, как, потому что вот сейчас, если мы войдем в условную Сирию, и там расстреляем Асада, и всех расстреляем, кто власти, и посадим своим, то я не знаю, как мировое сообщество, то есть было ощущение, что мы не обращали внимания на реакцию других стран, то есть Советский Союз был настолько вещью в себе, и настолько самодостаточной вещью, и такой лидирующей, и диктующим другим, то есть наплевать на остальных, вот мы идем правильным путем, а что думают остальные, но потом, в 85-м году был фестивал молодежи и студентов в Москве, и я столкнулся с тем, что даже гости из Скандинавии, они недоумевали тем, как наши объясняли само присутствие войск, то есть наши объясняли, то, что нас попросили туда войти, мы вошли там после многочисленных просьб, и действительно просьбы такие были, но то, как мы вошли, я думаю, всю эту картину, оно дезавуировало, и потом никто уже на международном уровне нам не верил, хотя я защищал тогда в 85-м году, что мы там делаем хорошее дело. Я могу ругать, как человек причастный к этой теме, но если иностранец начинает об этом рассуждать, то, естественно, это не вызывает сочувствия, потому что, я думаю, что если ты живешь на этой территории и являешься гражданином, то ты имеешь моральное право об этом говорить. Так возвращаясь к Евтушенко, ваш ответ ему был каков? Была написана эпиграмма, где использовались строчки из стихотворений Евтушенко, баллада о черном ходе, его стихи о Стеньке Разине, и все это как бы возвращалось ему. То есть то, что он послал нам, как бы такое послание в виде стихотворения «Афганский муравей», я ему возвращал в своей эпиграмме, которая одновременно являлась и пародией. Но я так думаю, что все это было обусловлено тем моментом, и сейчас, наверное, я такие стихи бы не написал. Почему? Потому что тогда было ощущение общности мировоззрения. То есть я выступал как бы голосом тысяч и тысяч афганцев, которые прошли Афганистан и недовольны этими стихами. Хотя сейчас мы стали мудрее, и понимаем, что если кто-то чихнул, то не обязательно на это реагировать. То есть не всегда самодостаточность, наоборот, в том, чтобы не реагировать. Иногда вот сейчас даже наши чересчур активно, на мой взгляд, реагируют на снос памятника Коневу, может быть, вообще не стоило бы, поскольку чехи построили этот памятник, чехи собрали на него деньги, и чехи сами решили, что он им там не подходит. Ну и ладно. То есть мы не можем контролировать свободу слова за рубежом. И, в общем, это тоже утопическая идея. То есть в нас есть какой-то утопизм, неизживаемый утопизм, который еще от времен царя Гороха, от Петра, и он постоянно как-то проявляется в наших генах, вот в русских. То есть почему-то мы хотим играть такую большую роль, даже когда миссия невыполнима. Вот сейчас Ваше отношение к афганской войне и к ее последствиям, оно каково? Это было нужно для страны? Сыграло ли это какую-то значительную, положительную роль для страны или нет? Я думаю, что это сыграло детонирующую роль, наоборот, в развале страны. То есть это явилось одним из факторов, которые неожиданно, причем для всех неожиданно, привели к крушению такой огромной-огромной империи. В то же время, внутри своей судьбы, я считаю, что это был опыт полезный, в том плане, что мальчик, который не нюхал пороху и писал слабенькие стишки, стал мужчиной, стал известным поэтом. С этой точки зрения даже ранения, может быть, просто есть цена, которую пришлось за это заплатить. А что касается урока в Афганистане, я так думаю, что все равно уроки есть, и мы их извлекли. И сейчас, участвуя своими подразделениями в той же Сирийской Арабской Республике, мы уже более гибко к этому подходим, и нет каких-то сроков присутствия наших войск, и мы там, значит, выводим, задача выполнила, выводим, и реально, более реально мы подошли к обстановке, к тому, можем ли мы данным количеством солдат решить эту задачу или не можем. То есть я думаю, что в военном были даже такие моменты, рассказывали, что каждая якобы была такая у наших руководителей теория, что каждое поколение должно иметь хоть какое-то, молодое нарождающееся поколение должно иметь хоть какой-то боевой опыт, и после Отечественной войны было несколько поколений, которые были лишены такого опыта, и поэтому, может быть, решили, не ожидая, что будет столько жертв, и будет все это растянется на такой длительный срок, решили немножко обкатать вот такое юное поколение под знаменем марксизма-ленинизма. Сложно спустя десятилетия из будущего осуждать то, что было сделано в прошлом, поскольку были же какие-то предпосылки к тому, то есть не совсем с бухты-барахты все это родилось, то есть было противостояние НАТО и стран Варшавского договора, наверное, это укрепляло нашу обороноспособность, наверное, были какие-то мотивы, но многие мотивы оказались утопическими, и, наверное, война все-таки отняла много сил и средств, как человеческих, так и финансовых, и потом все это аукнулось. У нас происходит так, что вот была Первая мировая война, даже раньше можно начать, были наполеоновские войны, потом это привело к восстанию декабристов, была Первая мировая война, это привело, то есть любая сейчас пандемия, она вот приводит к волнениям в Штатах, то есть это может быть не только у нас, это просто люди так устроены, что если что-то не складывается, это может обернуться неожиданными очень какими-то такими всходами. И все это, естественно, не просчитывается, и я так думаю, что какие-то советники делали, конечно, глубокомысленные доклады, и было, наверное, 50-50 и заводы, против ввода, и просто было волевое такое решение принято, может быть, благодаря тому, что Брежнев друшил стараки, а стараки пострадал. Но та форма, в которой все это произошло, конечно, сработала против нас, в глазах остального мира, при том, что тогда Советским Союзом считались, но все было настолько прозрачно и настолько понятно, что это, что это. Перед вами лежат несколько книг. Расскажите, пожалуйста, что за книги? Это ранняя книга, это сборник, это такая энциклопедия афганской жизни, называется «Никто не создан для войны», и здесь использовали мое лицо как лицо как раз этой войны, то есть это я курсант, как раз после, вернее, здесь я уже получил звание младшего лейтенанта, и это мое лицо до ранения, это после возвращения из Афганистана, хотя не могу сказать, что я двумя руками голосую именно за этого парня, а не за этого. То есть мысль такая, что война играет людьми такого подкидного дурака, то есть это можно представить в виде такой игральной карты с перевернутым обликом. И здесь много очень материалов, она вся черно-белая, хотя был соблазн сделать ее цветной, но все-таки война – дело грязное, невзирая даже если за правое дело. И здесь много очень страданий, здесь вот такая мать, которая потеряла сына. Много материалов среди авторов, Розенбаум тот же со своими знаменитыми вещами, то есть здесь есть самые известные песни афганские, самые известные стихи, такая яркая иллюстративная книжка книжка как раз на стыке войны и выхода из войны, и возвращения. Как ни странно, стихотворение, которое было написано после того, как я побывал на выводе войска, оно сейчас… Нас часто приглашают 15 февраля на разные мероприятия, сейчас это день войны интернационалиста, и читают это стихотворение школьники, приходят в школу, приятно, что это какой-то из земли изувеченной язвами мин, изможденные злые, как черти, ветераны боев возвращаются в мир на правах победителя смерти, и не скажут вам метрики, сколько нам лет, так случилось на высях сожженных, прикоснулись мы к вечному миру, где нет победителей и побежденных, вот поднялся наш лайнер, мы вышли в зенит, жизнь и смерть мы раздвинули грани, только тело на север, на север летит, а душа остается в Афгане, и преследуя солнце, мы рвемся домой к нашим семьям, по нас тосковавшим, а над выжженной солнцем, афганской землей наши души вселяются в павших. Такое было возвращение. Вот, и книжка лежала, и я вот благодаря вам ее открыл, и какие-то вещи я вдруг, здесь у меня есть такое стихотворение притча о правде, вдруг обнаружил, что там еще есть подтекст, то есть есть еще вторая часть, которую я обычно не использовал. Ну, это издательство «Молодая гвардия», которое издавало мою первую книжку, и, видимо, я им запомнился, потому что они были удивлены, меня все время писатели пытались как-то задвинуть. вот мы такие народные, все мы такие знаменитые, а сейчас выступит танкист Александр Карпенко. То есть меня военного переводчика представляли как танкиста, и потом писатели удивляли, что он, надо же, простой солдат, а умеет даже в рифму говорить. То есть как-то было для них удивительно, что есть какая-то культура речи. И вот на этой волне издательство «Молодая гвардия» попросило у меня, чтобы я собрал свои афганские стихи, издало эти стихи, и потом выдвинули эту книжку на премию Ленинского комсомола. А эта премия тогда была в области литературы и искусства, то есть и архитекторы могли быть представлены, и художники, и была представлена белогвардейская пластинка Малинина, которая мне и отобрала этот приз. Но, в общем, Малинин отправил на детские дома небольшую сумму, которая там ему причиталась. Я написал такую эпиграмму «В остольном Ваграде горцует Калинин, корабль император взят на прикол, не падайте духом, поручик Малинин, ведь вас на поруки берет комсомол». А эпиграммы начались со знакомства с Валентином Гафтом, то есть Гафт, можно сказать, меня подучил немножко, как сочинять эпиграммы. Эпиграмма должна быть короткой, в первой строчке теза, во второй антитеза, и потом синтез должен идти, то есть тоже у него своя такая химия. Эпиграмм, и вот, в том числе и эпиграмму на Евтушенко я писал в таком ракурсе. А это две последние книжки. У меня супруга художник, и вот она проиллюстрировала мне такую книжку. Это книжка лирики, которая называется «Сквозь пространство». Здесь только стихи любовной тематики, ну и, может быть, немножко философской такой. А это последняя книжка, она вышла в прошлом году, я не суеверен, поэтому не буду говорить крайне. Это книжка называется «Ветер ран». Я как-то беседовал со своим другом, Бардом Валерием Горбачевым, и в беседе возникла фраза такая, что вот в слове «ветеран» есть два слова «ветер» и «ран». И я вот как-то пришел домой и написал стихотворение «Ветер ран». Потом оно стало песней, и вот я выпустил такую книжку, которая называется «Ветер ран». И здесь собраны лучшие военные стихи и тоже немножко какие-то другие философские, эзотерические стихи, которые по тематике как-то подходили к афганским. Причем у меня есть и простые стихи, и сложные, то есть у меня нет какого-то движения от простоты к сложности или от сложности к простоте. У меня одновременно разные темы как-то играют то простыми строчками. «Хорошо быть мужчиной и в беде роковой, вознестись над кручиной, подшутив над бедой, и зажечься лучиной, и кручину забыть, хорошо быть мужчиной, только надо им быть». Вот такое. И иногда, то есть могут быть хорошими и простые, могут быть простые хорошие и сложные хорошие. То есть зависит от того, насколько сочетаются музыка, смысл, подача, ритм, очень много факторов и какой-то подбор темы. Хотя в поэзии тема не всегда главенствует, то есть иногда лучше, если тема как бы идет с черного хода как-то. Заключительный вопрос в нашей беседе. Вот для вас, как для человека пишущего, было ли каким-нибудь откровением вот что-то за чужим авторством прочесть об Афганистане и там восхититься или возмутиться? Какую-то гамму эмоций что-то пробудило, то, что написали другие афганцы? Мне очень нравится лирика Виктора Верстакова, афганская. Он, на мой взгляд, сумел взять какую-то есенинскую такую ноту, вот про «Плачет Нюрка, живая душа», про собаку, которая погибла, взяв на себя минный удар. Хорошие вещи у Игоря Морозова, то есть это мои такие товарищи по Перу. Ну и наши ребята из группы «Шурави» тоже. Я однажды был в квартире у Александра Андреевича Проханова, меня поразила, у него стена такой сплошной иконостас, то есть чувствовалось, что это глубоко верующий человек, и мы зачитывались его романом «Дерево в центре Кабула», и потом «Время полдень» у него был роман, и он тоже как-то отметил для себя мои стихи. А так сейчас я даже особенно не слежу, пишется ли что-нибудь про Афганистан. Если встретится что-нибудь, наверное, посмотрю. Все это время Бетсинформ продолжает поиск ветеранов Афганистана, готовых поделиться со зрителями своими военными воспоминаниями. Если вы знаете таких людей, расскажите им, пожалуйста, о нас и об умеющейся возможности. Для связи по ОЭЗМу и прочим важным вопросам используйте, пожалуйста, наш электронный адрес, который вы видите на экране. В следующих выпусках цикла «Мы воевали в Афгане» мы познакомим вас с новыми военными историями ветеранов Афганистана. Среди них Евгений Барханов, старший сержант 56-й отдельной десантер-самовой бригады, и Михаил Огерь, советский военный летчик, пилот многоцелевого истребителя МиГ-23 МЛД с изменяемой геометрией крыла. Еще целый ряд интереснейших интервью сейчас находится на этапе подготовки к монтажу и на монтаже. Как говорят за океаном, stay tuned. Новые выпуски цикла «Мы воевали в Афгане» неотвратимы. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале Специнформ. Адрес на вашем экране. В завершение хотел бы поблагодарить и, как видите, благодарю всех неравнодушных зрителей за неуклонно растущий интерес к видеопродукции Специнформа. Спасибо большое за разнообразную помощь в непростом деле в создании цикла видеоинтервью «Мы воевали в Афгане». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok